Продолжение следует... Это соответствующий стих, поэтому там все понятно. А по поводу смерти мужа вроде бы нигде не написано. Ну и мы с вами видели, как Талмуд пытается каким-то образом доказать, что действительно смерть мужа становится тем, что позволяет женщине выйти замуж еще раз, то есть ее освобождает. И это такая, как бы мы прочитали аргументацию по поводу того, что может быть можно это вывести из утверждения относительно того, что вдова, например, запрещена первосвященнику, но если она запрещена первосвященнику, значит всем остальным разрешена. И на это, если вы помните, был такой ответ, что отсюда вывести это нельзя, потому что возможно, что первосвященнику она запрещена прямым запретом, который называется лав, а всем остальным она запрещена запретом, который следует из предписывающей запреты. Есть лав, есть ассе, или лав, который, то есть лав – это запрет, который проистекает из некой позитивной заповеди, повелительной. Ну, например, как есть заповедь, которая звучит как «И должна земля ваша отдыхать там седьмой год». Заповедь вроде бы повелительная, но из нее следует запрет, что нельзя работать. Точно так же, вот Талмуд говорит, может быть и здесь, да. Может быть и здесь священнику, первосвященнику вдова запрещена, а остальным она запрещена как бы по умолчанию. Ну, и на это Талмуд говорит. То есть, что это за предписывающая заповедь, если действительно есть заповедь какая-то, из которой следует запрет, то что это за запрет? При живом мужем был запрет «не делай», то есть, нельзя было с ней совершать саитие, это явный запрет. Каким же образом из этого следует, что есть какая-то предписывающая заповедь, которая запрещает ее косвенно, запрещает ее всем другим. Ну, и на это Талмуд говорит, то есть, продолжая эту мысль, говорит, да и ганья метатабаль. Если смерть мужа помогает ей, в том смысле, что она перестает быть замужней женщиной, то она полностью освобождается. И дэло, а ганья метатабаль. А если смерть мужа не помогает, чтобы она была свободной, то Тухмабе, Милта, Камайта, то тогда мы остаемся на предыдущем статусе, то есть, она тогда и остается замужней женщиной со всеми вытекающими запретами. То есть, по сути дела, изменение ее статуса таким образом, чтобы здесь был какой-то предписывающий запрет, из которого бы следовало запрещение для всех остальных, вроде бы как сложно найти, потому что она либо разрешена, либо запрещена. И на это Тулму говорит, ама, но почему нет? Афикта мемита, веукимта алясы. Может быть, смерть мужа вывела ее из статуса замужней женщины, когда за нарушение полагается карет, то есть, человек, который вступает в интимные отношения с замужней женщиной, это карет, то есть, от сечения он вышли, не самая строгая наказание. А теперь, возможно, после смерти мужа, она остается в статусе миды, дэгава, апсули, га мукдаши. То есть, она остается с другого рода запретом, который похож на храмовое животное, которое оказалось негодным. Видите, у нас уже были сопоставления, да, между женщиной и так называемыми мукдашим, ну да, или кодшим. То есть, тот же самый корень, действительно, и шрама кудэшит, мы все время говорили, посвященная шрама кудэшит. И точно так же животные, которые посвящены храму, они тоже называются кудашим, душим, мукдашим, мукдашим. И там ситуация такая, что если животное посвящено храму, то за то, что человек им пользуется, неважно как, то есть, например, астрик шерсть или молоко там надоил, это называется мейла. Мейла – это, ну, профанация как бы, да, храмовое имущество, и за это он несет тяжелое наказание. А если это животное оказывается, то есть, не каждое животное может быть вот этим самым, иметь статус как бы посвященного, посвященного в жертву, что если выясняется, что это животное, предположим, храмое, или там что-то не так с ухом, или что где-то, или бельмо на глазу, или то оно оказывается негодным. Но его уже посвятили, да, то есть, посвятили его, естественно, что такое животное нельзя посвящать храму, но, возможно, его посвятили храму, а вот этот самый изъян проявился позднее у него, или тот, кто посвящал, не заметил этого изъяна, изъяну выяснился. И вот возникает вопрос, каков статус этого животного. То есть, теперь статуса священного, то есть, посвященного животному, у него уже нету этого животного. И поэтому человек, который, например, его стрижет, или даит корову и получает молоко, он не профанирует. Но, тем не менее, запрет на это остается. Это то, что, собственно говоря, приводится как аналог того, что может быть, может происходить. У нас замужняя женщина. Замужняя женщина была строго запрещена всем, и запрет был очень жесткий. Когда муж умер, запрет остается, но не такой жесткий, как он был. То есть, пропадает наказание карет, но, тем не менее, остальные вещи остаются. И вот с этим животным так про это и говорится. Что То есть, изначально это животное таково, что его вообще нельзя использовать, и в том числе запрещено его стричь и работать на нем. А после того, как выкупили это животное, то у них этого животного нет запрета. Их можно использовать, но для стрижки и для работы они по-прежнему, эти животные, запрещены. Ну, и как нам здесь правильно поясняют, аналогично в случае замужней женщины до смерти мужа были тяжкие запреты. Карет, за нарушение которых полагается смертная казнь. А после смерти мужа на ней остается легкий запрет, который называется АСЭ, то есть, что она является замужней женщиной. И запрет вытекает из ее статуса. И поэтому получается, что из запрета первосвященнику брать жену и вдову мы не можем вывести, не можем сделать вывод, что женщина приобретает себя после смерти мужа. Видите, какие сложные попытки доказать тот момент, что женщина оказывается свободной после смерти мужа. У нас уже несколько попыток было, они все пока что отвергнуты. И предлагается другой вариант. Там говорят, что можно попробовать вывести это из другого стиха. Что за стих? Стих, в котором говорится о том, чтобы не умер человек на войне и другой не взял ее. Это на самом деле стих, в котором говорится о том, что человек, который вот только что женился, он может не идти на войну. Почему? Потому что кто помолвлен женщиной, но не взял ее еще, не женился на ней, не было хупы, то пусть вернется в свой дом с войны, чтобы он не умер на войне, и другой человек не взял ее. Ну, отсюда тогда понятно, что после смерти мужа, значит, другой человек ее может деть. Вроде бы из этого стиха можно это вывести. Да, это нам говорят, Маткифла, Раф Шиша, Берейды, Раф Иди. Эйма Манахер, Я вам. Мы это, значит, Раф Шиша, сын Рава Иди, но это другой, может быть, это имеется в виду другой, это Я вам. Потому что если человек, значит, совершил купу и ушел на войну, то ясно, что если он погибнет, то у него нет детей. Если у него нет детей, то тогда действительно брат его должен взять ее в жены. То есть Я вам. Это брат умершего. И отсюда можно сделать вывод, что она разрешена только ему, этому другому. Вот этот другой, который упомянут в стихе, в стихе это Я вам, а вовсе не вообще любой человеку. И это возражение снимает Раф Аши. Он говорит так, что этот стих, где говорится, что другой ее возьмет, не может говорить про Я вам. Почему? Потому что Я вам не называется другим. Почему он не называется другим? Потому что он в каком смысле не другой, а это продолжение ее мужа. То есть брат, продолжение ее мужа. Это как бы одна семья, это не другой. Но у него есть еще один ответ. написано о разведенной, про развод, что написано. Вот, значит, человек выписывает этот тот самый сейфер криту, то есть разводное письмо, и женщина идет и выходит замуж за другого. И дальше написано, и возненавидит ее последний, вот этот второй муж, Ахарон, и тоже выпишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, отошлет из своего дома. Или там сказано, если умрет этот самый последний человек, там сказано, что если он умрет, то она не может вернуться к своему первому мужу. Или если он с ней разведется, она тоже не может вернуться к своему первому мужу. И получается, Рафашик говорит, он скорее всего здесь играет еще и на этом слове Ахарон, хотя Ахарон и Ахер это вроде бы не совсем одно и то же, но он говорит о том, что у нас есть несколько аргументов считать, что вот в этом стихе, в стихе, где говорится о том, что значит, человек должен вернуться в свой дом, чтобы ее не взял в другой, ясно, что речь идет не про Ивама. А кроме того, вот из этого другого стиха о разводе мы, собственно говоря, видим, что с одной стороны он может с ней развестись, а с другой стороны он может умереть. Хотя там не сказано, что она может выйти замуж за любого, там сказано, что ей нельзя выходить замуж, то есть нельзя вернуться к первому мужу. Но это говорит на Умрафаше не так важно. Важно то, что про этого второго мужа сказано, что либо она пишет разводное письмо, либо умрет. Значит, тогда его смерть соответствует, собственно говоря, разводному письму и тем самым у нас появляется доказательство. То есть это доказательство по сути дела получается у Умрафаше, оно двойное. Это из вот этого стиха, где значит мужчина, который вступил в брак только что, может уйти с войны и вернуться к себе домой. Из этого стиха мы можем вывести, что женщина разрешена, если он умрет любому. А также вот из самого стиха о разводе, где смерть уподоблена разводному письму. И таким образом нам вроде бы все доказали. выидки шметали герушин, тем самым приравнивать смерть к разводу. Вот видите, я вот здесь. Как развод ее полностью делает разрешенной другим, так и смерть тоже делает ее полностью разрешенной другим. Мы в прошлый раз с вами говорили о том, почему сама по себе эта тематика вдруг становится такой остро поставлен вопрос, хотя казалось бы все понятно, умер, может значит она свободна, но нет. То есть вот эта связь, является ли она связью вечной, или она является связью, которая может быть расторгнута. Собственно говоря, сама попытка продолжить эту связь, это как раз и есть вот этот самый бум, то есть либератный брак, то есть она вроде бы мужа нет, но есть некое продолжение мужа, и в каком смысле отсюда слышится, что идеальным конечно было бы такой вечный брак, то есть вышла замуж и вышла замуж, и все, уже как бы эта связь не прерывается, но понятно, метафорический уровень здесь понятен, вот эта связь, связь Бога и народа Израиля, она может быть прервана, может быть прервана, если под смертью иметь ввиду как бы смену образа, то в итоге получается, что да, хотя казалось бы разводом может явиться только желание Бога дать вот это самое разводное письмо, но мы говорили с вами про такой двойной что ли связь, то есть с одной стороны брак вроде бы на определенном уровне является неопровержимым непрерывным, где-то в нем так сказать связующая нить все равно остается, но тем не менее возможны вот эти самые так сказать ямы падения, которые условно можно назвать разводом, в том числе вибель некоторого образа, который должен быть воссоздан и при воссоздании этого образа это значит другой, если мы вспомним про знаменитые коннотации самого слова Ахэр, например, Ильиша Бенавуя, который среди четырех мудрецов, которые вошли в Пардес, его стали звать Ахэр, Ахэр, то есть другой, другой, который как бы отказался от Торы и стал отступником. И в этом смысле получается, что народ Израиля может в конечном счете, то есть при потере определенного образа Бога может оказаться замужем за другим, за другим в смысле вот в этом смысле. Есть еще знаменитая игра Эхад, Хэр, то есть человек, который пишет слово Эхад, Бог единый или один, буква Далит, если села муха может превратиться в Рэйш, и тогда получится не Эхад, а Хэр. В общем, с этим есть определенная игра в ламудической литературе. Здесь этот самый Ахэр возможно тоже несет вот эту самую коннотацию. хорошо, и дальше Халмут переходит к следующему пассажу Мишны, а следующий пассаж Мишны, мы вернемся, да, Мишна не заканчивается на том, что женщина становится свободной по смерти мужа, а есть еще и другое утверждение, уже действительно последнее, Ивама про вот эту самую женщину, которая ожидает ливератного брака. А Ивама маникнет ДВА на этот Смабе Халлица вымитата Айаван. То есть вот эта самая женщина, ожидающая ливератного брака, она приобретается полным актом, здесь нет ни денег, ни документа, и себя приобретает либо с помощью процедуры Халлица, это снятие сандалия, снятие ботинка точнее, и если умирает этот самый Явам. Это последняя, собственно говоря, последний тезис Мишны, и мы, собственно говоря, вот к нему и переходим. Айаваманик, Недбега и так далее, и Халмут сразу задает вопрос Бивиа Минала, куда мы учим, что она приобретается с помощью близости, то есть где стих, который на это указывает. И Халмут отвечает Амар Кра, Явама Яво Олега Улках Халолейша Явама, в данном случае это не Явама женского рода, а Явам с местоименным суффиксом, то есть это Ее, Явам, ну так и переведено, видите, Ее, Явам придет на нее и возьмет ее себе в жену, поскольку слово Лаво это в писании оно и означает, собственно говоря, половое акт, отсюда и само слово Биа, то есть Биа, от глагола Лаво, то есть мы видим, что приход в нее, половая близость, это и есть, собственно говоря, то, каким образом он ее берет, Яву, Але, Ауль, Каха, вот это слово Лакахат у нас тоже было, и Каха, и Каха, если вы помните, то есть получается, что в этом стихе, собственно, прямо говорится о том, что он ее приобретает с помощью плавового акта. Дальше Толбун задает вопрос, Вэймалиху Ламилта Кииша, ну, может быть, собственно говоря, он может ее приобрести и как обычную женщину, то есть с помощью документа или с помощью денег, ведь сказано Ул Каха, то есть здесь тоже есть вот этот глагол Лакахат, у нас было Ки-ках Ишиша, когда возьмет мужчина, женщина, оттуда мы там учили деньги и так далее, здесь тоже есть глагол Лакахат, значит, может быть, деньги тоже годятся, и Гимара от этого предположения отказывается. Лосалка даатах, да не войдет тебе в голову, Лосалка даатах, дитани, яхолю кесеку штар гумримба, кедерихше абья гумеритба, талмут ломар виявма, бья гумеритба, вэн кесеку штар гумраба, гумримба. Значит, талмут это отвергает, каким образом? Приводится барайта, да, в барайте прямо сказано, да, что может быть, ты подумаешь, что здесь деньги годятся, и документ годится. Нет, почему нет? Потому что есть вот этот глагол виявма, и сделает ее, делает ей бум, как здесь переведено, да, ну, то есть, перевести слово, да, действительно, то есть, он ее, как бы, объебамит, извиняюсь за такое, неологизм не очень звучный, то есть, совершит близость, и поскольку сказано, вот этот глагол здесь присутствует, то есть, глагол, который означает левератный брак, то отсюда делается заключение, что только с помощью половой близости он может ее приобрести, а не какими-то другими способами, то есть, Талмуд решает этот вопрос, просто указывая на то, что в этом стихе есть вот этот самый глагол. Этот глагол не означает половую близость, да, то есть, чтобы мы не запутались, несмотря на то, что он звучит похожим образом, вот глагол яво, это половая близость, а вот этот глагол явма, это, собственно говоря, вступит с ней в левератный брак, но Талмуд о чем говорит? Говорит, что поскольку здесь есть этот глагол, то он, собственно говоря, и указывает на исключительность того способа, с помощью которой эта самая жена умершего брата приобретается. В каком смысле здесь есть логика определенная, да, то есть логика состоит в чем? Левератный брак, как я уже сказал, это что? Это, по сути дела, некая замена ее мужа, это очень близкий человек к его мужу, да, который, по сути дела, вступает в каком смысле вместо него для того, чтобы восстановить семя умершего брата. И поэтому здесь нет места для вот тех способов приобретения, которые, собственно говоря, человек освещает. Он осветил ее как бы для, в каком смысле, когда он ее приобрел, первый муж с помощью денег или документов, он, по сути дела, приобрел ее в каком-то смысле для своей семьи или для вот этой мужской линии, которая принадлежит в том числе его брату. и поэтому, собственно говоря, здесь и по логике, да, вещей не должны, не должен осуществляться заново, да, вот этот самый, не должен заново осуществляться кедушин, то есть посвящение. Посвящение уже было. Поэтому единственное, что остается, это половой акт, когда он вступает на место нашего брата. Но Талмуд дальше говорит следующее. Но этот Талмуд замечает, что поскольку само вот это слово, да, этот глагол вступая с ней в ливератный брак, мог бы означать то, что в данном случае от нее как раз ничего не зависит, да, то есть в каком смысле бы аль-ка-ха, то есть против ее воли она хочет, не хочет, она становится его женой. У нее нет возможности избежать этого, да, в отличие от мужа, который посвящает, она может сказать, нет, я не хочу, здесь она не может сказать, я не хочу. И Талмуд говорит, что возможно вот этот глагол, он для этого и нужен здесь, а вовсе не для того, чтобы сказать, что исключительным является именно половой акт. Ну, и опять такая квази-экзогетическая или квази-филологическая аргументация, что здесь в-е-в-ма, можно было бы сказать в-е-и-б-эм, без вот этого местоименного суффикса, поскольку сказано с местоименным суффиксом, то здесь есть и то, и другое, что, во-первых, это исключительная процедура, только с помощью полового акта, а во-вторых, что у нее нет возможности от этого отказаться, она в каком смысле является заложницей того брака, который с ней уже заключен. на этом этот вопрос решился. Теперь вопрос относительно того, каким образом приобретается его ма. Видите, как коротко, то есть у нас кодово женщины, как деньги, документы, там были длинные, подробные обсуждения и так далее, а здесь все решилось очень быстро. В каком смысле, опять же, понятном, потому что этот случай является в определенном смысле производным продолжением того разговора, который ввелся о посвящении в принципе Ивама, оказывается вот этим самым своеобразным частным случаем. Ну, а дальше по поводу того, каким образом она выходит на свободу, она выходит на свободу, как нам сказали, бахалица, то есть становится как бы независимой при помощи процедуры, которая называется халица. это вот снять ботинок, лохлоц, типа снять, именно снять ботинок. Ну, и Талмуд, как всегда, задает вопрос, минало, откуда, откуда нам известно, откуда учим, что с помощью халицы она может освободиться и стать свободной, выйти сам за другого. Игмара отвечает, дихтиф, вы не краж, моба, израиль, бейт, халут, аналь. Откуда этот стих? Этот стих из соответствующего контекста, где говорится о том, что вот, значит, он должен с ней вступить в левератный брак, этот самый брат, а если он не захочет, то тогда, значит, он должен снять ботинок и так далее, и будет названо ему имя в Израиле дом Разутова, так здесь перевели, бейт халут саналь, то есть тот, с которого сняли пашмак. И поскольку кейван шехалат баналь, то есть он снял этот самый башмак, то есть дал ей снять с него обувь. Гутра ликоль, ликоль Израиль. Она разрешена всему Израилю. То есть эта процедура из этого стиха следует, что эта процедура ее освобождает. Ну, Имар задает вопрос дальше. Га Израэль легахи гуде аты. А вот это слово, которое здесь используется Израэль, да, крашмо бы Израэль, оно для чего? Это слово нужно для того, как учил нас Равшмуль Барьюда. Бо Исраэль имеется в виду Бо Вейдин Шел Исраэль. Бо Вейдин Шел Нухрим. То есть можно было бы просто сказать, да, что его будут называть там Разутым или еще что-то такое, да, то есть это некая негативная коннотация в этого есть, да, то есть он не захотел взять его, так теперь называют Разутым. Но почему бы Исраэль? В Исраэль там говорится потому что да, вот это то, что говорит там Рав Иуда вот здесь, да, говорит, что имеется в виду то, что нет, и здесь, вот здесь, вот здесь. Равшмуль Барьюда говорит, что слово в Израиле сообщает, что обряд Хелицы приводит в еврейском суде, а не в суде неевреев, ведь есть разные версии, здесь у меня версия в любом случае, да, то есть слово Исраэль с точки зрения Шмуля Барьюды подчеркивает то, что все это должно быть в присутствии суда и суда еврейского, а не нееврейского. Ну, хорошо, но тогда помог говорить, но вообще-то говоря, в разделе его Явами говорится дважды написано в Израиле. Три бы Исраэль то есть дважды сказано там в этом стихе. Почему? Потому что с одной стороны говорится, что и до этого стиха, где говорится о том, что он в Израиле будет назван разутом, говорится, что он должен ле-хаким эт шмо шелямет бе-исраэль. Ле-хаким шелямет, то есть восстановить семя или имя умершего в Израиле. То есть в Израиле в этих стихах сказано дважды. Ну, здесь вы видите приводится, да, и будет названо имя в Израиле, не хочет остановить мимо своего брата в Израиле. Из одного стиха учим, что после халицы женщина становится разрешена всему Израилю, а из другого, что это делается исключительно в еврейском суде. Но с другой стороны Гемара говорит, в иакат ими баили. Но стих и будет назван имя в Израиле может быть нужен для того, о чем говорил Раф Иуда в другой Барайте. А он говорил следующее. Он говорил, что однажды, я уже прочитал на юрите, да, однажды мы сидели с Раби Тарфоном и пришла женщина Евама, то есть женщина, которая должна была вступить в эливератный брак, и чтобы сделать обряд халицит. И когда она сделала этот обряд халицит, Раби Тарфон сказал, ну-ка давайте говорите халутсаналь, халутсаналь, типа разуты, снявшие ботинок. И тогда можно было бы сказать, что эти слова в Израиле указывают на то, что все присутствующие должны произнести вот эти слова. Но нет, Геморай это отрицает и говорит нет, гагу миванекраш монавка, то есть поскольку в стихе есть еще слова и будет он называться разутым, отсюда, собственно говоря, Раби Тарфон извлекает вот эту необходимость произнести халутсаналь, халутсаналь, а вовсе не из слов Ба-Исраэль. Значит, Ба-Исраэль нас учат с одной стороны, что она может выйти за любого человека из Израиля и то, что это должно совершаться в еврейском суде, а не в каком-то другом, а то, что Раби Тарфон говорил, что нужно кричать халутсаналь, хамусаналь, да, это следует вовсе не из слов Ба-Исраэль, а из слов и будет названо ему имя халутсаналь. То есть, он напирает на эту часть стиха, а не на другую. Здесь мы видим с вами в очередной раз то, что мы видели в самом начале нашего первой главы. Это подробное как бы взвешивание каждого слова стиха. здесь одно просто как бы очень быстро проходит, там вот эти вещи, там у нас было гораздо более сложные подробные взвешивания этих слов, стихов, там помните, шалош, шалоша, женский рот, мужской рот, еще что-то и так далее. Там было очень много вариантов, здесь все это более сжато, но по сути дела технология в каком смысле она похожа, то есть цепляется то или иное отверждение за некие нюансы библейского текста. Евама сказано с нестременным суффиксом. Здесь дважды сказано бы Исраэль, хотя можно было бы только один рассказать. То есть это тот метод, о котором я когда-то в введении говорил, он очень известный метод, который называется уже исследователи его называют Итур, что в Торе нет ничего лишнего и собственно говоря вот это взвешивание стихов оно направлено на то, чтобы пояснить значение каждого слова и нюансов этого слова, слова употребления. Можно было бы сказать более лаконично, если сказано не так лаконично, как хотелось бы или как можно было бы помыслить, то из этого можно вывести те или иные утверждения. Собственно говоря, вот они выводятся. То есть из евама с местоименным суффиксом выводится то, что это уникальный способ уникальный способ приобретения с помощью голового акта и одновременно то, что это происходит вне зависимости от ее желания, желания женщин. Ну, а здесь мы видим, что Парайта попыталась привязать слова Раби Тарфона к слову «Бейсраэль», но нашла другое слово, то есть Талмуд уже нашел другое слово, слово, которое словосочетание «Венекрашмо» и назовут ему имя Халуцандали. И это является собственно тем, чем пользуется Раби Тарфон. Ну, и после этого Мишна переходит к смерти Явама. Здесь по идее будет аналогия со смертью мужа, что она приобретает себя с помощью вот этой процедуры Халеца и с помощью Митатха Явам, смерти Явам. Ну, Емара спрашивает Минала, откуда мы это учим? То есть откуда известно, что если умер Явам до того, как он сделал Халецу, она оказывается разрешенной. Нам говорят Кальва Хомер. Можно это вывести с помощью известного правила от более легкого к более усложнему. Мы видели, что такого же рода процедуры или такого же рода прием пытались применить в самом начале несколько раз, когда учили про деньги, это можно было бы вывести с помощью вот этого правила от более легкого к более сложным. Но это действительно очень часто встречающийся прием, как его называют, германифтический, способ толкования от более легкого к более сложным. Но сложность этого метода состоит в том, что необходимо определить, что легкое, а что сложное. То есть, что является так-то по-простому понятно, что если человек ростом полтора метра может достать до притолки, то человек более высокого роста тем более может достать до притолки. Значит, это понятная вещь. А те кальвахомер, которые пытаются мудрецы Талмуда иногда построить, они не имеют столь очевидной базы. И поэтому предложения эти часто оказываются опровергаемыми. То есть, предлагается некое соотношение, что является легким, на что является тяжелым, помните, у нас тоже это было, что более легкое. Деньги это более легкий случай, или наоборот половой акт это более легкий случай, оттуда можно выводить, например, про деньги и так далее. Ну вот и здесь тоже есть такого рода попытка. Попытка это говорит на следующее. Говорят, ну смотрите, замужняя женщина, которая запрещена всем, кроме мужа. И в случае нарушения это нарушение, которое наказывается смертной казнью по удушению. и смерть мужа ее освобождает. Ну а Ивама, которая запрещена всем, кроме Ивама, и сказано, жена умер, жена не будет вне семьи за чужим человеком. Но это легкий запрет, это другой запрет неделы. То есть это нарушение не наказывается, по крайней мере, удушением. Хотя это тоже в общем смертная казнь, но более легкая. И тогда получается, что случай с замужней женщиной, он более серьезный, а случай с Ивамой менее серьезный. И если уж в более серьезном случае смерть освобождает, то и здесь тоже она должна освобождать. На это нам говорится следующее. Умалейшит ишшэкэн йотсэйц абэгет томарбэзо шейна йотсабэгет На это Талбук говорит, смотри, ты решил, что это более серьезный случай, но он более серьезный только в плане запрета на соитис с этой женщиной замужней или той, которой предстоит левератный брак. А в принципе можно другие аспекты здесь выявить. А какие аспекты? Ну, например, замужняя женщина выходит от мужа при помощи гетта. А Ивама не может иметь как бы только можно охлот снать, сделать халицу. гетт здесь не предусмотрен, то есть не может брату умершего дать ей гетт. Гетт мог дать только муж. И тогда получается, что в этом плане как раз женщина, которая готовится к левератному браку, она является более тяжелым что ли случаем, то есть а не более легким. Потому что она, например, с помощью гетта ее нельзя развести. Другими словами, неужели ты скажешь, что Ивама становится свободной после смерти Ивама, подобно замужней женщине, которая становится свободной после смерти мужа. Хотя та разводится с помощью гетта, а эта не разводится с помощью гетта, значит, она более сложный случай, значит, про нее ты не можешь сказать, что из этого следует это. Ну, хорошо, тогда Гемара говорит следующее. Нет, подождите, подождите, насколько это сложно, мы не знаем, да, то есть с этим геттом и так далее. То есть Ивама тоже обладает неким, как нам здесь переводчик пишет, облегчающим свойством, она же выходит с помощью халицы, женщина замужняя не может выйти с помощью халицы, у нее халица в каком смысле вместо гетта. И вот другое опровержение, например, замужняя женщина, она что, у нее есть то, что тот, кто ее запрещает, он же ее и разрешает, пусть муж. муж сначала сделал ики души запрети всем миру, а теперь умерев, разрешил и всем миру. Но Иваму ее запретил, то, что касается женщины, которая ожидает либератного брака, она запрещена своим покойным мужем. если она запрещена покойным мужем, то тогда по идее он и должен ее как бы разрешить, а Явам, то есть тот, кто должен вступить к ней в брак, он не является ее мужем, и его смерть в таком случае может быть ее и не разрешит. То есть по сути что происходит? Так же как со смертью мужа у нас были проблемы, откуда это известно, что смерть мужа разрешает, теперь точно так же рассматриваются и проблемы с вот этим самым Явамом, то есть человеком, который должен вступить в либератный брак, разрешает ли его смерть этой женщине, то есть делает ли она ее свободной. Амара Афаши. Амара Амара Афаши сейчас не где он Агай Нами Усрам Итира Явам Усра Явам Шары Ла Афаши говорит, что ну почему? В общем, действительно, он ее запрещает Явам в определенном смысле, несмотря на то, что муж сделал ее запрещенной для всего мира, когда он умер, она принадлежит в каком смысле этому брату, и поэтому этот брат или его присутствие, оно, собственно говоря, определяет запрет на половые связи со всем остальным миром. Поэтому, если он умирает, то получается, что можно сказать, что и здесь тоже происходит примерно то же самое, он тоже, как бы, умирает, делает ее разрешен. Дальше Гемар задает вопрос. Ума теперь в обратную сторону. Гемара говорит, подождите, раз уж мы про это заговорили, то опять же можно придумать некий кальвахомер. Вот, например, Евама, то есть вот эта женщина, ожидающая иератного брака, она может стать свободной за счет халицы, почему же тогда замужняя женщина не может воспользоваться той же самой процедурой? У нее это более сложная ситуация, она вот реально замуж, и она разводится с помощью гетто, это разводится с помощью халицы, и получается, что халица это более как бы серьезный способ освобождения, то есть почему бы тогда не использовать этот способ освобождения и для замужней женщины? Амар Кра Сефер Критут на этот Амур говорит, что тут у нас вариантов нет, потому что написано Сефер Критут, то есть в самой Торе написано, что он ее может развести только с помощью Сефер Критут и напишет ей письмо разрыва, это есть Сефер Критут и даст ей в руки и отошлет с своего дома. И из того, что слова письмо и разрыв стоят рядом, Сефер Критут, мы видим, что только таким образом и может замужняя женщина развестись, а вовсе не с помощью халицы. Вытие Ивамайо Цабы Гет Микаль Вахомер Ну хорошо, если вы говорите, что разамужняя женщина выходит на свободу или разводится на свободу и с помощью Гетта, то почему бы Ивамей, и вот этой женщине, которая ожидает левератный брак, почему бы ей не выходить с помощью Гетта? Тоже Микаль Вахомер? То есть если это женщина замужняя, которую нельзя развести с помощью снятия ботинка, она может выйти с помощью Гетта, то та, которая выходит с помощью ботинка, неужели нельзя выйти с помощью Гетта? Видите, опять построение Кальва Хомера, где предполагается, что в случае женщины выходящей на свободу с помощью разводного письма, он легче, чем случай женщины, ожидающей левератного брака. То есть здесь останавливаемся на минутку, в чем, собственно говоря, опять же, вот эта игра, которая здесь нам то в одну, то в другую сторону устраивает того, что легче чего, какой случай является более простым, случай замужней женщины или случай женщины, которая вступает в левератный брак, какая связь является связью рвущейся легче, вот, собственно говоря, да, вот эти попытки то так сказать, то так сказать, они как бы об этом. Есть логика определенная, да, и в ту, и в другую сторону. Мы можем себе представить эту логику и в ту, и в другую сторону. Почему? Потому что как бы можно сказать, что одно дело муж, который, собственно говоря, ее посвятил себе, делал ее женой и так далее. Другое дело его брат, то есть это уже ослабленная связь, брат является в каком смысле его заместителем, и поэтому связь брата с этой женщиной она слабее, чем связь с мужем. Но можно сказать и наоборот, то есть можно сказать, что связь с братом она более прочная. Почему? Потому что если говорить о том, что муж, когда ее посвятил, он в каком-то смысле посвятил ее вот этой линии, линии своей мужской линии, то умерев, он не успел не прервать ничего, и в каком смысле эта связь только укрепилась, и она стала еще крепче, чем была раньше, потому что теперь вот этот его заместитель, он должен вступить в эту роль, и поэтому собственно говоря ему не нужно ее посвящать с помощью денег, с помощью документа и так далее, то есть в каком-то смысле со смертью мужа, если сравнить образом с якорем, то есть якорь еще глубже погрузился, и поэтому разрыв с вот этой мужской линией в каком-то смысле тяжелее, чем был при жизни мужа. Ну и еще раз я напомню, мы говорили уже тоже про это, что собственно говоря сама вот эта идея аллегоратного брата, опять же, если мы переходим на метафорический уровень, говорим про образы, образы, умирающие образы Бога, Бог не может умереть вроде бы, но есть образ, который меняется, который в каком смысле умирает, образ может умереть, то есть необходим новый образ, этот новый образ, он может быть очень близким, что такое брат, брат это есть в каком смысле аналогичный или что-то в этом роде, такого же рода образ не чужой, скажем так, да, и вот эта связь, связь ливератного брака поэтому может быть дискутируема, да, то есть когда вот он этот разрыв, он в каком смысле более драматичный, да, одно дело написал разводное письмо, и это слава, другое дело вот это самое снятие ботинка и так далее, здесь можно вспомнить про книгу Рут, да, где, собственно говоря, описывается именно эта процедура, да, там есть некий близкий родственник, который может осуществить этот брак, но он не готов на это, на это не идет, потому что Рут является в каком смысле женщиной-убийцей, да, у нее один умер, второй умер, я не помню, мы говорили об этом или нет, там можно по самому сюжету показать, что Рут как раз является женщиной наподобие Тамар, да, у Тамару играет один, муж, второй муж, и она из случая с Тамар как раз учит вот этот самый случай, который называется Ишак отлонит женщину-убийцей, третий раз рискованно брать такую женщину в жены, потому что нужно и умереть, но тем не менее Боас не боится этого, а вот тот близкий родственник боится и снимает этот самый, снимает свой башмак, но сама по себе вот эта связь, да, связь между женщиной, которая в каком смысле принадлежит этому роду, условно говоря, да, она может рассматриваться как более прочная и с большей, требующей для разрыва больших усилий. Вот, собственно говоря, это я просто на другие, с помощью других слухов сформулировал то, что у нас здесь сейчас происходит, да, она происходит на уровне кальвахомер, давайте скажем так кальвахомер, давайте скажем так кальвахомер, то есть по сути дела, что более простой, гет или более простой халица, если более простой халица, то тогда, по идее, можно было бы замужнюю женщину разводить с помощью халица, или наоборот, если гет более простой, то можно было бы с помощью гета развестись Иваму. Ну, хорошо, это то, что нам сказали, и дальше ответ на этот вопрос, почему Ивама, ожидающий игратного брака, не выходит на свободу с помощью гета, написано, ответ Ивама такой, Амар, Краха, Вы Каха и Кува. В самом стихе говорится Каха, Каха это так, и снимет обувь его ноги и скажет, так будет сделано человеку, который не восстановит дом своего брата, то есть, это если я вам не захотел, то она, там звучит вот слово Каха, и слово так указывает в данном случае на некую задержку, то есть, на исключение, то есть, Каха является своего рода уточнением, опять, видите, такая квазигерминевтика, которая рассматривает слово так, как не случайно, если оно здесь сказано, то оно, видимо, подчеркивает что-то исключительное, и Кува, где сказано, что оно является как бы задержанием определенным, то есть, исключением других способов, то есть, можно выйти только при помощи Халицы, на то, что только при помощи Халицы указывает вот это слово Каха. Ну, и на это вроде бы, ну, нормальный ответ, но Немара спрашивает, вы коль гейха де ика и кува ло дарши кальвахомер? Немара спрашивает, что там, где есть подобного рода задержка, или, да, то есть, какое-то дополнительное слово, которое вроде бы является лишним, а указывает на какое-то ограничение, и что, мы в таких случаях никогда не делаем кальвахомер? Вот, можно привести пример, говорит Немара. Вега йома кипурим? Что йома кипурим? Дехтив гораль вехука витания ваасау хатат. Га гораль осе хатат. Плен гашем осе хатат. Говорят следующее. Вот, когда мы говорим про йом кипуру, у нас там есть два козла, один, значит, отправляется к Азазелю, а другой приносится в качестве виновной жертвы. И написано там, и положит ародно двух козлов жребий, один жребий для Всевышнего, другой для Азазеля. А дальше написано хука, и будет это для вас вечным законом. И здесь пишут нам переводчик, причем, как видно из текста, слово закон указывает на задержку, только при помощи жребия можно установить жертву, а не иначе. Задержка здесь не очень хорошее слово, но это действительно буквально перевод того, как Талмуд сформулирует это, он говорит, и кува, то есть здесь скорее не задержка, а некое уточнение, указывающее на то, что только так и можно сделать. Вот это каха, оно понятно, а здесь вместо каха хука, хука это закон, такой закон. Если такой закон, то значит по-другому никак нельзя. Как же и там каха, значит по-другому никак нельзя, только халица. То есть получается, что в описании вот этого принесения двух козлов, одного туда, другого сюда, тоже есть совершенно четкое указание, на то, что так, а не по-другому. Но это пока еще ничего не сказано этим. Теперь нам Гебара хочет показать, что тем не менее попытка построить Кальвахомер возможна, несмотря на вот это уточнение. В Итании теперь приводит нам Барайту, Барайту, которая, собственно говоря, должна построить Кальвахомер. Барайта такова. Шаяхоль в Итании в Иосау Хаттап научили и сделал этот самый, принес Орон повинную жертву, на которую выпал жребень. И что? Агураль Осе Хаттап Вейн Гошем Осе Хаттап Отсюда следует, что жребий, который был брошен, он превращает козла в этот самый повинную жертву, а не объявление самого священника, что это повинная жертва. То есть, если козел посвящен жертву Хаттап не жребием, а произнесением, то это не годится. Нужно, собственно говоря, вернуться к жребию, то есть вот жребий, и жребий определяет этого козла как повинную жертву, а если это объявил еще и объявил священник, то это неверно, то есть не нужно говорить, что это Хаттап, коль скоро жребий уже определил Хаттап, это как повинную жертву. Но это не конец барайты, потому что нам же нужен кальвахомер. И барайта говорит следующее есть попытка построить кальвахомер. Какой? То есть есть ли там, где не жребий посвящается в жертву, а объявление Каэна посвящает в жертву? Неужели же там, где жребий посвящают в жертву, тем более это наименование тоже может посвятить в жертву? То есть получается, что и здесь это построение какое, что само посвящение, которое произносит священник, посвящение как бы объявляет это жертву? То, что он объявляет жертвы, это сильнее, чем жребий. Тогда получается, что в том случае, если нет жребия, это имеет силу, то в том случае, когда есть жребий, это тем более должно иметь силу. То есть это его объявление. Ну вот давайте почитаем пояснение. Пояснение, что означают слова там, где не жребий посвящает. Если человек должен принести жертву двух птиц, одну как ола, а вторую как хатат, то есть одну как всесожжение, а другую как повинную жертву, то это как это положение после родов женщины, она должна собственно говоря, это сделать. Он сам определяет, какая из них будет ола, то есть жертва всесожжения, а какая будет повинная жертва. И даже если бросил жребий, он может отменить указание жребия и сделать это по-своему. То есть может, конечно, принес двух горлет, то есть женщина после родов принесла, говорит, вот это будет всесожжение, а это пойдет на повинную жертву. Он может бросить жребий, может добавить к этому и свои слова. И что сделает его жертвой. Отсюда учим. Горалюсты хатат. Вен Гошемасы хатат. Но не объявление ими делает хатат. И что это все нам говорит? Это все нам говорит вот что, то есть для чего это было приведено. Это был этот случай, который вообще не имеет никакого отношения. Он был приведен для чего? Для того, чтобы показать, что ну хорошо, там вот с этим самым значит с этой холицой есть слово каха, только так и никак иначе. И тогда получается, что никакой кальвахомер, то есть никакое сопоставление, что более сложно, что менее сложно, не годится, потому что там просто есть вот это указание и все раз есть такое указание выточнение каха, то все, такое слово. И Таламут теперь спрашивает, неужели мы никогда не можем попробовать сделать такое? Вот же пример, когда можем, по крайней мере попробовали, то есть это в итоге не сработало, но тем не менее попробовали, есть барайта, где несмотря на то, что написано хука, это тоже уточнение, только так, а не как иначе, тем не менее в этой барайте есть вот этот самый кальвахонер, кальвахонер какой, что если уж имя, именование повинной жертвы является таким сильным, что превосходит жребий, то тогда даже как бы и без жребия, собственно говоря, он может тем более может если есть еще жребий, ну хорошо, так он еще может и сказать. В итоге это отвергается, как мы видим, то есть говорится, что поскольку написано вэасау хатат, асау, то есть сделает его, а кто сделает его, не священник сделает его, а именно жребий сделает его, отсюда мы учим уже не из слова хука, мы это учим, мы учим из глагола вэасау, опять внимание к слову, сделает его, кто сделает его именно жребий, сделает его повинной жертвой, а не что-то другое. Снова маленькое отступление, что собственно говоря происходит, зачем нам вот это вся круговерть, почему вдруг вроде бы формальный вопрос, формальный вопрос относительно того, можно ли построить силогизм к львахомер, то есть от легкого к более сложному, тогда, когда в Торе есть твердое указание на то, что так и никак по-другому. И приводится Барайта, где вроде бы эта процедура, по крайней мере, попытка такой процедуры происходит. И мы могли бы сказать, что это вообще не имеет отношения ни к нашему разговору вообще ни к чему, а просто к прояснению каких-то технических способов толкования Торы, о которых говорит «но». Но здесь есть как бы на уровне слов, переводчик здесь правильно эти слова не меняет смысла. Здесь сказано, что «мабы маком шилу кидеш агураль кидеш ашен». Кидеш. Есть слово кидеш, ликадеш. Ликадеш – это наша тема. Вот этот мужчина посвящает женщине. А здесь что? А здесь происходит посвящение того или другого козла либо в повинную жертву, либо азазель. И вопрос относительно того, каким образом происходит этот самый кидуш? Потому что здесь тоже макадеш. Что, собственно говоря, как осуществляется это отделение? Потому что это посвящение, конечно, но это еще и отделение. Отделение козла для той или иной функции. Это может быть разглашение священником этот такой, этот такой, или человеком, который собственно приносит жертву. Но в данном случае, видите, сказано не тот, кто приносит жертву, а тот, кто макадеш. То есть он отделяет точно так же, как отделяют женщины. Или жребий осуществляет это. И здесь как бы возникает другого плана метафора отношения между Богом и народом Израиля, которое вроде бы в нашем разделе как бы не рассматривалось. То есть когда Бог может выступать как, не знаю, пастырь, а народ Израиля как его овечки. И вот эти овечки, они куда? Они туда или они сюда? Опять же отделяются, они для чего отделяются? И что их отделяет? Жребий отделяет их или то, что священник говорит, именует это будет тем-то или тем-то. Поэтому с одной стороны можно сказать, что здесь чисто техническое действительно прояснение, а можно увидеть определенного рода связи, тогда положить, что не случайно был затеян технический разговор для того, чтобы привести как бы некий иной взгляд, то есть осветить вот эту ситуацию скидушин иным образом. То есть скидушин у нас видите разный. Есть же животные, которые мекудашин, которые посвящены храму, но в данном случае вот эти два козла, которые тоже мекудашин отделяются для определенной цели и женщина, которая тоже мекудашит для своего мужа или для Явама. Ну, хорошо, и дальше. Витама демеат икра вега лавгахи даршинан кальвахомер афальгад ихтив бейхука. Ну, вот, Гемару уточняет, избарает и следует, что, несмотря на то, что есть в стихе вот это самое уточнение, тем не менее, кальвахомер пытались каким-то образом провернуть. и несмотря на то, что в стихе есть слово, указывающее на задержку, в результате мы получили, что для запрета вывода по принципу тем более задержки недостаточно и требуется исключение, да, то есть поскольку в этой барайте попытка кальвахомера все-таки была, хотя она была отклонена, значит, получается, что можно тем не менее, применять кальвахомер даже в тех случаях, когда у нас есть уточнение. И тогда нужен другой способ аргументации для того, чтобы сказать, что есть только один способ выхода на свободу женщины, ожидающие ливератного брака, это халлица, а вовсе не гет. И тогда Агимара прикроет другой аргумент. Веомар крала и напишет ей письмо разрыва. Сюда следует это про мужа, который разводится. Ла вэлоли и вама. Ей, именно ей, именно женщине, которая состоит в браке, а вовсе не какой-то другой женщине, например, которая ожидает ливератного брака. Агимара говорит вэймала, лишьма, может быть, слово ла означает ей в том смысле, что именно на ее имя должен написан быть гет, а не на какое-то другое. Тогда из этого ла ты не можешь вывести то, что и вама, значит, не разводится с помощью гет. Агимара отвечает трей ла ктибей. Но слово ла написано дважды. А именно, если возьмет мужчина женщину, напишет ей разводное письмо, напишет ей ла, то есть ей разводное письмо, второй раз ниже, и возненавидит ее последний муж, то есть тот, кто возьмет ее дальше в жены, это единственный стих, мы с ним много раз еще встречались, который указывает на развод в писании и возненавидит ее последний и напишет ей письмо разрыва. То есть вот эта ла оказывается дважды. Один раз для первого мужа, другой раз для второго мужа. И тогда получается, что из одного ла мы учим то, что этот гет, разводное письмо, должно быть написано именно на ее имя, а из второго ла, что это только про замужнюю женщину, а не про какую-то другую женщину, включая, например, Иваму, ту, которая ожидает левератный праг. Но есть еще маленькое возражение. Она говорит, но я мог бы тогда сказать по-другому, я мог бы сказать, что одно ла, то есть ей нужно для того, чтобы сказать, что гет должен быть написан именно на ее имя, а второе ла, это то, что человек не может развестись одновременно с двумя женами. Ей, то есть ей, а не ее подруге, то есть не другой женщине, если у него есть вторая, то есть не может одним гетом развестись двумя, и тогда нам нужны эти два ла для двух законов, один закон, гет пишется на ее имя, второе, невозможно одним гетом развестись с двумя женщинами, и тогда про вот ожидающий левератного брака мы ничего сказать не можем. И тогда Емара приводит другое объяснение, вот другое объяснение, писание говорит так, и будет названо ему имя в Израиле дом Разутова, с которого сняли обувь, то есть слово нааль, а именно башмак, оно оказывается лишним, можно было бы написать просто дом Разутова, халут, почему он халут, а нааль, отсюда мы учим нааль ин, что если башмак сняли, тогда она разрешена, а другими способами нет. То есть теперь уточнение, что это только так и не иначе у нас из вот этого слова нааль башмак, которое употреблено в этом самом стихе, которое оказывается как бы лишним. И дальше Гемар продолжает. теперь уточнение такое. Разве слово вот это башмак пришло для того, чтобы научить нас, что Ивама только так выходит, а не с помощью гетто, это еще одно одражение. Ведь можно было бы считать, что это лишнее слово башмак нужно для другого. Нужно для того, чтобы научить нас, что только его обувь годится, а обувь кого-то другого не годится для обряда. Он надел чужой ботинок и этот чужой ботинок, если она с него снимает, то это не годится, чтобы обувь была именно его, а не кого-то другого. Но, говорит Талмуд, на самом деле у нас и слово обувь дважды упоминается, потому что дальше в стихе говорится второе, с дом того, с кого сняли башмак. Слово нааль тоже употребляется два раза. И тогда получается, что по поводу того, что чужую обувь нельзя один, одно слово башмак нам помогает понять такой закон, что нельзя чужую обувь, а то, что только обувь и никак иначе, это второе употребление слова башмак. И Барайта говорит дальше имкен матал мудламар наалу наалу хара уйлу второе слово нааль оно употреблено с местоименным артиклем наалу его башмак. И почему там он спрашивает написано именно так наалу его сандаль наалу хара уйлу имеется ввиду, что башмак, который ему подходит. В каком смысле подходит? В том смысле, что если он слишком большой или слишком маленький и он не может в нем ходить, то такого рода башмак не годится для этой процедуры. То есть есть башмак, который не покрывает большую часть его ноги. Или есть башмак, который тапочки, у которых нет пятки, такие шлепанцы. То есть из этой барайты мы видим, что второе слово обувь наалу нужно для другого закона. И возникает вопрос, как же можно вычесть, что Ивана все-таки становится разрешенной при помощи халицы, а не гет. То есть я мог бы сказать, что одно слово нужно для того, чтобы объяснить мне, что это его, а не чужой. А второе слово обувь нужно для того, чтобы сказать, что ему подходит, потому что там есть местоименный суффикс, написан на-ан-ок, то есть подходящая ему обувь. И на это Ивана отвечает так. Если им кэн никто в краналь, ма-я-ан-аль, шмат-ми-на-тар-ты. Теперь Талмуд обращает внимание на слово на-аль, которое написано с определенным артиклем, но написано не просто на-аль, а вот тот самый на-аль. И можно было бы написать без определенного артикля, написано с определенным артиклем, и этот определенный артикль как раз и указывает на то, что мы можем выучить, в итоге получается не два закона, а целых три закона из вот этого двойного употребления слова на-аль. Один раз употребляет слово на-аль с определенным артиклем, а другой раз слово на-ал-о. Оттуда мы учим, что его сандай, то есть его башмак. Его башмак, это значит, что он должен быть ему подходящим, если башмак слишком большой или слишком маленький, не годится. слово на-аль говорит с одной стороны о том, что это должен быть именно его, а не чужой башмак. И кроме всего прочего, что только с помощью башмака они как иначе развестись с этой женщиной, то есть делать ее свободной. Женщину, которая ожидает либератного брака, нельзя. У нас снова, видите, такая могучая экзегетика эквази-экзегетика, когда с помощью отдельных слов и букв выводится значит тот или иной закон. Ну и в данном случае, по сути дела, доказывается что? Доказывается то, что невозможно, я сейчас своими словами, то есть невозможно сопоставление развода женщиной замужней и развода с женщиной, которая ожидает либератного брака. Это просто две разные процедуры, несопоставимые. Гемара пыталась их сопоставить и выучить, что вот это легче или вот это легче. А по сути дела вся эта петрушка с этим самым башмаком она говорит о чем? Она говорит о том, что это просто отдельная процедура, то есть она просто носит другой характер. и теперь нужно додумать, что имеется в виду, если мы думаем в этом направлении того, что в каком смысле образ, как бы новый образ Бога, который близок к предыдущему, он оказывается тем аналогом ливератного брака, то разрыв уже с этим образом происходит по совершенно другим законам, происходит уже не потому, что здесь есть гет, разводное письмо и так далее, он происходит в каком-то смысле, это тоже можно было бы собственно говоря нам изначально сделать такое заключение, потому, потому что такого рода связь, она с одной стороны, она не зависит от желания женщины, в каком смысле она продолжает ту самую связь, которая была, а с другой стороны, она разрывается нежеланием, то есть есть желание мужа развестись, муж разводится и пишет разводное письмо, а второй раз в ливератном браке это нежелание мужа продолжать, это нежелание развестись, а нежелание продолжать, если там было желание развестись, то в ливератном браке это нежелание продолжать, это разные разные модусы, что ли, да, разные модусы отношений. И вот это нежелание продолжать, оно каким образом происходит? Если в случае женитьбы муж дает разводное письмо, то в случае левератного брака женщина снимает этот самый башмак. Она снимает башмак, она холестит, то есть она как бы обвиняет его в этом самом нежелании и снимает, снимает башмак. Так что здесь есть о чем подумать и додумать эту метафору, если она здесь присутствует. На мой взгляд, она здесь присутствует. Мы с вами таким образом дочитали комментарий Талмуда на первую мишну. После этого следует вторая мишна вторая мишна про раба там и так далее. И должен может расстроить вас некоторых, а может кого-то и обрадовать. Мы сегодня как бы прерываем наши дальнейшие занятия. У меня есть некие обстоятельства. Это проект меня пригласили. У меня некоторое время не будет времени на то, чтобы продолжать. У нас есть какое-то логическое завершение. Мы прочитали собственно комментарий Талмуда первой мишне. И через какое-то время возможно мы вернемся и продолжим. Ну конечно жалко что сказать. Если есть какие-то вопросы по тому, что мы сегодня прочитали, пожалуйста. Вопрос сейчас вот вот есть возвращение даже хотел сказать допустим, если вот она снимет ему башмак, а он это как как строго соблюдались вот эти правила тогда. Он же может не знаю как строго откуда я знаю как строго соблюдать. Как это можно соблюдать. Я это тем более не знаю. Никто не знает. Есть книга РУД, где вроде бы вот это происходит. Это у нас есть фиксация. Но книга РУД тоже это литература или исторический документ. Это уже другой вопрос. Понятно, что здесь есть символическое действие. Наверное соблюдалось как-то. Почему нет? Если все остальное соблюдалось, то наверное это соблюдалось. И здесь нигде не было указано, что нужно при свидетелях или что-то такое. То есть это наедине снятие. Здесь как раз было сказано, что это происходит в еврейском суде. Что значит еврейский суд? Это значит как минимум три человека должны присутствовать при этой процедуре с точки зрения Талмуда. Не с точки зрения Писания. Писание ничего не говорит про свидетель. А Талмуд естественно говорит, потому что Талмуд развивает свою правовую систему основанную на присутствии свидетелей для уточнения любого акта, любой процедуры. Вот еще вопрос у меня. Если у покойного мужа нет брата, то кто его сделает разрешенным? Ну никто, если нет родственников. То есть брат, есть возможности каких-то других родственников быть это называется Гоэль. Гоэль это избавитель. Вот этим избавителем опять же в книге Рут там это не буквальные братья, это какие-то родственники, то есть двоюродные братья и так далее, на которых распространяется и возможно распространяется вот эта обязанность жениться на женщине, которая осталась вдовой, не ради детей. Но насколько как бы в данный момент не могу ничего сказать, поэтому надо проверить, какого рода родство должно быть для того, чтобы этот человек мог исполнить этот самый ливератный брак. Ну а если таких людей нет, то нет, тогда она просто становится вдовой, обычной, которая не обязана выходить ни за кого замуж. вопрос, не скажете, какой проект мы можем участвовать как-то дистанционно? Нет, нет, это просто некая исследовательская работа, которую мне предложили в Бараланском университете. Ну хорошо, спасибо большое за хотя бы достаточно много мы прошли за это сколько? На, Илья. Можно вопрос? Вот Илья сейчас задает вопрос. Да, если все-таки возвращаться к сегодняшнему уроку, ближе к концу мы нам в очередной раз намекнули на особый статус мужчины в ливератном браке, то есть это не то же самое по ряду критериев, которые... Ну да, и женщина тоже. То же самое, но немного другое. И мы это раньше намеки на это встречали. А тут еще про обувь особую роль, и вот это я не понял. То ли я это раньше пропустил, то есть почему такой акцент на задней пятки и прочее? Ну да, здесь нужно подумать. У меня нет сейчас ответа на этот вопрос. Понятно, что этот самый башмак, он играет какую-то символическую функцию. То есть в принципе башмак встречается и в других контекстах, где совершаются те или иные сделки. То есть эти сделки, они часто сопровождались вот этим снятием, что ли, или наоборот одеванием этого самого башмака. Что это на уровне метафорическом отдельный вопрос. Понятно, что вот эта концовка говорит о чем? Что это должен быть очень специальный башмак. То есть башмак прямо вот его башмак. Снятие этого башмака это в каком-то смысле, ну как если сравнивать с сегодняшним, то есть это как бы опозорить немножко человека. То есть снять с него башмак. Поэтому если человек там в тапочках или без задней пятки, то в общем это не такой позор. Или если это не его башмак, явно больше, чем по размеру, то по сути дела не происходит именно того, что это с него снимается башмак. А если это его башмак, и он подходит ему и так далее, тогда собственно говоря эта процедура является такой вот серьезной укоризной. В метафорическом смысле опять же саму символику башмака можно додумывать, но в метафорическом смысле это обвинение женщин. Она говорит, ну что ж ты в конце концов. То есть вот теперь позор такой. Будешь называться разутым в Израиле. Это то, что она утверждает. Можно было бы сказать, ну подождите, понятно, что может быть женщина вообще не хочет. То есть сами эти отношения между готовящимся вступить в левератный брак, они же тоже могут быть разными. То есть женщина снимает, как бы говорят, что что ты наделал, ты не восстановил имя своему брату, ты позорник. А с другой стороны она не может отказаться, может быть ей неприятен этот человек, она рада бы отказаться, или например наоборот, она радуется, что он не хочет, потому что она может быть тоже не хочет. Здесь есть на уровне вот такого рода рассуждений о психологии, квази-психологии опять же, этих двух людей, вступающих в левератный брак, можно об этом думать. Но по-простому это именно вот так. То есть это какой-то такой вот позорище жест. У меня еще небольшой вопрос, вытекающий из этого же. Мы привыкли в стандартных, скажем так, европейских текстах, что в конце какое-то вот или заключение, или какая-то высшая точка, или какой-то финал, и тут в конце нам оп, и вот про этот ботинок. То есть мы как будто шли-шли, какая-то точка кипения должна быть, или что-то заключительное. Вопрос структурный звучит так. Может быть так в Талмуде, где обычно все не случайно, что это зашифрованная какая-то важная мысль, либо это просто кусочек вот этого пазла, который стоит в конце и не надо придавать им особое значение. Да, здесь в Талмуде это хороший вопрос, но в Талмуде вопрос всегда что такое конец, потому что это же не конец, это конец обсуждения первой мишны. Сама эта структурация на мишнает, она тоже как бы неоднозначна. То есть у нас есть рукописи, где деления на мишнает одни, а в Талмуде это деления на мишнает другие. То есть является ли это концом или это является переходом к следующему рассуждению. Возможно, что как раз второе, потому что сейчас, когда речь пойдет про раба, там будет другая процедура. Раб, который говорит о том, что он хочет остаться со своим господином, ему протыкают ухо, прикрепляя его к этому самому косяку. Косяку, да. эти процедуры похожи, то есть и та, и другая является процедурой как бы позорящей, просто меняется метафора, метафора отношения не муж-жена, а отношения господин и раб. И возможно, что здесь есть такого рода переход. Но с другой стороны, я же говорю, это не обязано быть концом, то есть конец обсуждения Мишны, это не факт, что это концовка какая-то, что это концовка какой-то композиции. Можно, да? Да, да. Значит, вот такой вариант пришел, допустим, Халица, все нормально, значит, но вот она либо родила уже ребенка, либо она вообще не способна родить ребенка, и потом этот ее новый муж, брат может ее сделать и гет, он может ее развести с ней, если ему это интересно. Да, да, конечно. Здесь речь идет о чем? Речь идет о самом вступлении в эту связь. После того, как она уже, после того, как он совершил половой акт, он становится просто ее полноценным мужем. Может, на следующий день ее просто с помощью гета развести. Поэтому еще раз, да, вот этот весь сыр-бор можно развести, нельзя развестись, почему, но на тот момент, не вступил в должность мужа, грубо говоря, то есть не овладел ее, он не может ей дать гет. Когда он ее овладеет, тогда он будет полноценным мужем, сможет дать ей гет. То есть в принципе технически можно было бы решить вопрос очень просто. То есть на следующий день он с ней разводится. И она... Халица теряет статус Халицы после того, что она вступила в такой брак, либератный. Да, тогда не будет никакой Халицы. Вот он вступил в эту должность, он муж, все, он ее овладел, он ее муж, на следующий день развелся. Никакой Халицы тогда не было. с помощью этого ботинка только пока она в статусе. Да, только пока она в статусе вот этой, пока они не вступили, собственно говоря, но пока он ее не овладел. Понятно. Потом она... Он говорит, я ее не хочу. Я ее не хочу. Уже ничего не поможет. Понятно. Да. Ну, спасибо. Ладно. Да, ну, в общем, неожиданно немножко, я извиняюсь, что заранее, как бы, но это для меня тоже неожиданно. Я как бы заранее не предупредил, что у нас... Можно на будущее задать вопрос? Да. Когда мы вернемся. Вот прошлое занятие, у меня там целая такая целая сипой из этого возник. Вот я как-нибудь, может быть, его расскажу. А нет ли какого-то попытки, вот мы знаем, что совершить брак это так же тяжело, но если Всевышний участвует в этом, как разделить Красное море, что это тяжелее даже считается, подыскать подходящую жену. Подыскать пару, да. Вот. И значит, получается, что с одной стороны это как бы очень просто, вот, и сравнивается с покупкой, через покупку земли. Вот. И есть как бы два варианта, то есть два случая, как мне кажется, браков, да, то есть есть жена любимая и нелюбимая тема такая, она очень такая, я из нее делаю целую такую историю, но и получается, что есть жены, с которыми действительно это очень сложно, то есть найти такую жену, которая была бы любимой женой, да, есть более простой вариант, то есть я делю как бы из этого женщина производительность, женщина-производительница и женщина-вдохновительница, допустим, да, если взять Якова, Эмлея и Рахель, который он любил, или, значит, Элькана, у которого была жена, значит, Пнина и Хана, которая вот не могла родить ребенка, но которого он любил больше, чем Пнина. Вот. Такой вот момент рассматривается в Талмуде или нет, что есть как бы такая... Рассматривается, но не под этим углом, не под этим углом, то есть, когда речь идет о том, что трудно найти пару, то речь не идет о том, что эта пара обязательно будет любимой или нелюбимой. Ну да, я это понимаю. Это соответствие другого типа, да, то есть, это соответствие, которое называется эзерк-энэгдот. Вот этот вот самый помощник, который прям точно ему подходит. Вот это сложно. Да. И здесь дело не в любви. Вот у Всевышнего, если перенести на символику, то Израиль как бы оказывается именно любимой женой, хотя все другие народы могут быть просто его как бы женами, там, в смысле, у них тоже... Ну, здесь как бы отдельный вопрос, если говорить о метафорике, то отдельный вопрос, что означает вот эта самая любимая жена. То есть, опять же, если очень сейчас поспешно, поскольку это отдельный длинный разговор, можно сказать, что вообще-то говоря, вот этот эзерк-энэгдот, то есть, вот этот помощник против него, это человечество в целом. То есть, вообще-то говоря, изначально, да, Бог, собственно говоря, создает человека для того, чтобы он был его вот этим помощником. То есть, по сути дела, вот он, чтобы был женщиной. А дальше, как получается так, что их становится много, отдельный вопрос. Ну, Это, в общем, как-нибудь может быть, если будет возможность. Да, тогда я смогу вернуться, я сообщу, в смысле, Анатон напишет, мы с ним поговорим, будет сообщение. Ну, спасибо, успехов вам. Да. Окей. Спасибо. Всем счастливо. Всем счастливо. Анатон, Анатон, вам тоже спасибо. Да. Пока. Будем ждать возвращения. Спасибо большое. Пока. Пока.